СДЕЛАНО В ВЕТКИ 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 Пишущие шариковые ручки уже были? Да, и ручки. Через месяц нам доверили перьями писать. Вначале рамдашами. Перьями были ручки с перьями. Причем особый шик такой для первоклассника считалась ручка не деревянная. А были такие в виде железной трубочки. И вот в одну втыкалась вытащить и перевернуть. И вот оно типа перо, а в другую рамдаш. То есть универсальная такая штука. А сама трубочка идеально подходила плеваться журнальной промокашкой. В школе. И шариковых не было. Это уже в классе в третьем, четвертом даже. Были чернильницы непроливай. Которые стояли в железном противне. И дежурные по классу их вначале разносили. Парты были еще стандартные. Парты с наклонными столами. С крышечками. Я забыл фамилию изобретателя. Обрасывающимися. И в каждой парте была дырка. Вот туда ставилась чернильница. Ниша. А в желобочек надо было положить все пишущие приборы. Конечно, это очень условно, что не проливай. Я помню, что на одного моего приятеля на серый стюм вылили полную чернильницу. Фиолетовых чернил. Он первый класс и ходил с аляксой на спине. Не отстиралась. Аляксы украшали настоящего мужчину. Октября-то тоже не сразу принимали. Это надо было... Ой, это типа Арентина. Насколько ты благонадежен, а потом была торжественная... Насколько соответствует званию юного ленинца. Торжественная линей. Надо было там, по-моему... Лятва была ли у Октября, а то пионеров-то была. Там... Я тоже не припомню. Надо было упить звездочку. Причем они были либо алюминиевые, железные, либо вот реже. И считались... Это они понтови, это и из прозрачного уровня стекла с маленькой фотографией. Юного Владимира Ильича. Да, да, да. Вот эти звездочки. Собирали нас в артовом зале на уроке пения. Учительница была Ирина Леонидовна. Она бренчала на пианино. Ну, лобала, наверное, не подходит. Бренчала. И мы хором пели. Мы веселые ребята. Наше имя Октября-то. Прозвали нас не зря в честь победы Октября. А вот сейчас вы хотя бы сделали какой-то ретро-анал для этих пионерских и школьных октябряских песен. По ностальгии-то показывают, наверное, что-то. А сейчас иду, другая мелодия. Вот иду, иду по зимнему городу, и другая мелодия в голове у меня вертится. Я вспоминаю весь, что я тут за последние дни по 65-му году нашел. И у меня другое крутится в голове. Правда, уже не лохматый, но тем не менее. Знаменитейшая. В общем, уважаемые слушатели, мы сегодня... Это уже 65-й год. Да, вместе с Евгением Амбертовичем мы сегодня переносимся на 54 года назад. 54 года. Год 1965-й. Мы поэтапно продолжаем двигаться. Архив передач, посвященный конкретному году в Кирове, в стране, в мире, есть на сайтах kirova.ru, на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, заходите, переслушивайте, пересматривайте. Ну, вот некоторые события я уже в масштабах страны назвал. Ну, понятно. Страна на перепутье. Будем более подробнее. Страна на перепутье. 65-й год это конец эры Хрущева и начало эры Брежнева. То есть еще, особенно в провинции не ощутили смену. Видимо, ураган, он всегда проходит по верхушке Иоанна, а в придонном слое всегда тихо и в последнюю очередь что-то там заболамучивается. Ну, и сейчас традиционно до глубинки какие-то веяния доходят. Они позднее гораздо, да. Еще до застой, конечно, далеко. Юный, подтянутый, харизматичный Брежнев. Вот я смотрел фотографии его, кстати. Действительно очень фотогеничный был в молодости, харизматичный человек. А там на женщин заглядывался. Умел там... Да, и водочки замахнуть, и из ружья стрельнуть на охоте. И как-то вот даже с тоской вспомнил. Ну, в памяти... Вот всегда надо вовремя уходить, вовремя. В памяти остался Шам Иося Старый. Вот ушел бы. И вспоминали бы эпоху, и самого Леонида Ильича совсем по-другому. Ну, это я, может быть, даже с каким-то соотношением к другим временам. Но, тем не менее, средняя зарплата в ИРУС и области в 65-м году 93 рубля 86 эпи. Много это или мало в городе, может быть, и... Наконец, 2018 года, согласно концепции социально-экономического развития, предыдущей, недавно новую приняли, 90 тысяч должна была составлять зарплата у нас в регион. У нас, в Кировской области, да, в конце 2018 года. Вот видите, там 93 рубля. У нас 90 тысяч, да. Понятно. Много это или мало просто сейчас, Евгений, обещал. Отправьте меня в ту страну. 93 рубля. Ну, 93 рубля, например, можно было упить 761 килограмм артошки. Вот сколько сейчас артошки вы можете упить на свою зарплату. Наверное, побольше. Ну, еще вивалент. Вот стоило 2,12 и 2,87. Ну, даже говоря, грубо, 3 рубля на 93 рубля. Сколько там можно было? Ну, полтора яичка. 30 бутылок, да. Вот и да. А сейчас, ну, наверное, побольше вот это можно купить. Побольше. Но мы этим не интересуемся. Тем не менее, да. В городе были зарплаты побольше, а население, конечно, было худо. Платили совсем мало, паспортов не было. Выехать было невозможно. Вообще за город невозможно было выехать, потому что Ира в 65-м году находился в лице бездорожья. И вот один мой знакомый, такой высокопоставленный служащий УВД, еще советской милиции, он рассказывал, что в 65-м до Умен ехал сутки. Сутки до Умен? Ну, вот эти 60 с небольшим километров. Сейчас где-то часа полтора, но два максимум, если. Час. Час. Ну, там, если фуры идут, то поменьше, а тогда сутки. То есть было такое бездорожье, что пришлось сидеть в грузовике на их-то ящиках с чем-то, ну, с бутылками, не с бутылками. Не помню сейчас. А какое время года было? Распутиться, может быть? Да, видимо, да, весна или осень. То есть настолько, видимо, были дороги, что вот этот несчастный, ой-нибудь Гази, скорее всего, 51-й он полз, полз по этим лиям, там где-то, может, даже вытаскивали, но вот с трудом верится. То же самое, что почему и ходили пароходы еще лесные в 65-м году, что, например, до Халтурина, который нынче Орлов, то добраться было комфортнее и проще. Вот даже из Халтурина выходил пароход на закате, и по ночной вятке была романь, видимо, плыть, и чтобы утру зацов и ровень. Это было регулярное сообщение. Да, речное. Автостанции еще не было на Горьево, да и улицы Горьево не было. Автостанция была в районе пересечения Блюхера и Ленина, если не ошибались? Она была на направлениях, в сторону Нововиас, там Умена и прочее. А вторая автостанция была, она примерно вот угол Московской и Казанской, то есть Большевиков по тем временам. То есть ближе к стадиону? Ну, напротив Зари, вот там Заря, потом через дорогу Свер, вот эта площадочка, и там была вторая автостанция, там масса машин и автобусов, которые ходили, видимо, на северное направление. В 65-м был уже мост, вот, видимо, за мост Слободской и Нагорск, Умены, вот, то есть две. А уже вопрос назрел, и, конечно, в 65-м уже подыскивали место и под автостанцию, и, ну, ЦУМ, я говорил, что уже было запланировано еще год назад. Да, распоряжение было соответствующее власти. И цирк уже начали строить, вот долгострой был, и в 65-м году начали строить ДА «Космос». Там и города-то не было, по-моему, еще, и, конечно, может быть, с тем расчетом и начали, чтобы этот долгострой завершат, то и город-то подгонят этому ДА «Космос». Ну, пробежимся, конечно, вот и события в городе, они на фоне мировых событий год был немирный, и всегда там, а сейчас говорят, прошлый год был тяжелый, нынешний тоже будет нелегким, но до лета, а там пойдут грибочки, ягод и ртошка. Так что 65-й тоже был. Ну, у нас-то было все хорошо, тихо, вот после хрущевских маразмов, там, в студии не выражаться до волюнтаризма, страна отходила, вот уже правильно было отмечено совнархозы, ливидировались наследия. На отраслевой принцип, да? Ну, это мало обращали внимания, но что же было, конечно, вьетнамская война, тут антингент американских войск, вначале для охраны баз, потом уже бомбить, северный Вьетнам, они в 65-м году начали наращивать и наращивать, У нас еще, это вот поддержка Вьетнама была вначале, обычно их там нетами, то есть, военные советники, которых бы не было, которые сбивали самолеты, а потом уже, когда война стала ранее непопулярна в Америке, у нас она стала ранее популярна, потому что можно было ругать Соединенные Штаты. И вот я помню, собирали мы в школе, ну, может, не в первом классе, но задача была, вот я до сих пор не могу сообразить, нафига вьетнамцам русские буквари, учебни и география там и прочее. То есть, нам надо было собрать портфель, вот, пионерский галстук туда, учебник на русском языке и ручке, вот, пенал, про который я говорил, деревянный, обязательно такой, значит, с Лениным, а то и не один, видимо, и вот туда гуманитар. И если представить с Оль-Эф-Ирэвеш-Кол, с Оль-Этам-Лас по портфелю, это Вьетнам можно было завалить нашими констоварами, но вот что они с русскими учебниками делали, даже не знаю. Остается загадкой. Ну, в советской печати это все преподносилось, но я имею в виду действия, как милитаризм, агрессия и так далее и тому подобное. В 65-м-м-то еще-то относительно события развивались еще не очень интенсивно, и поэтому, ну, небольшие лон и были в газетах, а потом уже, конечно, да. Большие статьи уже пошли. Ну, оттепель, оттепель у нас закончилась, наверное, уже, ну, раз Хрущевский, ну, еще элементы были, и это оттепель, конечно, в 65-м году, но, тем не менее, и Гай и начали уже закручивать, например, вот после ареста в 65-м году писателей Синявского и Даниэля, уже, конечно, трудно эпоху было назвать оттепелью. Более-менее, да, такое свободу любви. Ну, вообще, вот надо было что-то, власть была права, что что-то закручивать надо было, потому что за время Хрущевского правления все разболтались, милиция была, конечно, ужата до самых минимальных размеров и минимальных зарплат, минимального обеспечения. Вот, поэтому надо было, конечно, и впоследствии они были приняты, меры по борьбе с пьянством, хулиганством, очень выросло ДТП пьяных, ну, сейчас бы сказали чиновников, пьяных управленцев, которые, видимо, решили, что все можно. Нынче тут не суровая Сталинская времена, и вот таким образом отвязались. Ну, там же были серьезные происшествия. Ну, а с другой стороны, конечно, вот все это было в другой жизни, в другом мире. Ну, вот еще события в мире, в Индонезии, попытка переворота, был там такой правитель Сухарно или Сухарно в разных транскрипциях, он с этим переворотом. Вот у нас где-недавно в какой-то стране тоже, ой-то, туда и обратно в один день переворот случился, а там в какой-то Индонезии, где вроде пальмы, осы и море, и что там делить, но там сумел правитель Сухарно победить этот переворот. И впоследствии, не поверите, расстреляны были 500 тысяч коммунистов. 500 тысяч, это чуть поменьше, чем население города нашего. В одной, если современно, да. И еще 100 тысяч были арестованы, там посажены и прочее. Вот таким образом, ну, в Ирове, не знаю, события это заметили, не заметили, видимо, что-то было, вот так и вряд ли заметили. Но наверняка осудили. Ну, конечно же, да, может быть, даже на заводах были собрания по осуждению. Также, наверное, незаметным пришло событие, что в 65-м году умер Уинстон Черчилль, бывший премьер Соединенного Королевства. Ну, из событий тоже в Чили огромное землетрясение, 400 человек погибло. Ну, вот, видимо, тоже наша страна помогала. Гуманитар слала. Любимец, там, главный кондуктор, да, Румынии-то был, и у него там титулы. Чаушесу стал генеральным секретарем Румынской Омпартии. Вот ведь паразит продержался. А в том же 65-м году, вот, ну, не поверите, у нас еще и телевизоры-то не у всех были, у нас в классе точно не у всех. В 65-м году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене 995 долларов. Мама не горюй, а доллар-то, да, весил, конечно, побольше. Крупнее, конечно, да, устойчивые были валюты. Чем отметился 65-й год, что в этом же году в городе Ленинграде родился, не поверите, а то будущий президент и премьер-министр Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич, да. Молодой, конечно. В сентябре еще. 14-го. Так же, так же, конечно, гон продолжалась в осмосе, и соревнования нерластные с Америкой у нас в 65-м году разбилось, шлепнулось об Луну, и разлетелось в дребезге Луна. Восемь станций, вот, не повезло, ну, так, что вот говорят, что все в советском осмосе было хорошо. Не, не, там были, но это была последняя из таких лунных станций крупная. И главным событием года, это, конечно, была конкуренция с Америкой, и, опять же, СССР вырвался на несколько месяцев вперед, то есть наш осмонавт Леон в открытый осмос. В Америке, конечно, рвали волосы, и через несколько месяцев выпустили в осмос своего астронавта, но это уже все было вторично, и поэтому впечатление не произвело. Вот, Амир тем пел, приплясывал, битломания разливалась по стране, у нас писали ретические статьи про их-то речащих волосатей. На самом же деле весь мир уже пел «Естудэй». Вот я сегодня... Вспомнили уже, да. Да, в моде были мини-юб, и у нас, конечно, в 65-м я смотрел фотографии, но нет, конечно, признаков нету, тогда бы еще не поняли, наверное, мини-юб. И у нас появились где-то в 70-м, а все шло с запозданием, может быть, вот, и музыку вот эту слушали тоже через 3-4 года до нас доходило. Но причес, и они пришли, и вот, конечно, вот такой симпатичный минимализм 65-го года, вот это и мини-юб, и мини-платье трапеции, вот принцессу бременских музыкантов, представляете, вот это трапеции вот были, и желтень, и прочее. Довольно, простите, эротично. Вот да, вот да, но это надо все-таки куда-то вначале доставать длинные ноги из лимузина, а потом уже все остальные части тела, но не ехать в желто-синем троллейбусе третьего маршрута в сторону филей и держаться за поручень в мини-платье, этого бы не поняли. Точнее, поняли бы, конечно, но не так бы поняли, но тем не менее. А в остальном пытались, конечно, и тянуться, но это время было брюк. Лёш уже на смену стиляжным дудкам уже в 65-м году приходили леши, то есть держались они примерно до, ну, наверное, до 70-х, до середины, но вот тогда начали появляться первые брюки, это же, конечно, широченные, 25 на 30 сантиметров порой шили, или монетками с согнутыми, снизу их там для эффекта, либо ольчи и фонарики, но это я уже не застал, но вот тем не менее, опять же, вот и моды, ну, длинные волосы еще, конечно, тоже не... Хотя, вот старые Эвены, я посмотрел, 65-го года, там уже и студенты-то они слегка-слегка заволосевшие. Ну, а у дам шиньоны, вот это было прическа, то есть это фига, из волос там не собственных, а где-то там, видимо, состриженных заранее, ну, может, даже, нет, искусственные вряд ли, то есть вот она была размером небольшая с кулачо, или там чуть ли не сдыню-то огромная штуковина, которая прикалывалась сзади голове, если свои волосы были не очень густыми, видимо, и вот этот шиньон, это вот опис 65-го года, вот если представить Людмилу Зы, ну, и все вот на голове, это фига, конечно, очень неудобно. Причем, кстати, моды возвращаются, я зашел в какой-то магазин с какой-то надобностью в Сэндхэнд, и вот смотрю, шиньоны продаются, современные шиньоны, просто те, видимо, были тяжелые и полные, а сейчас сделана сеточка, она вот полушария, половина, пардон, бюстгальтера, просто она заплетена такими осечками, и все это очень аккуратно накладывается, и, видимо, история, да, повторяется по спирали, я вот не удивлюсь, если, может быть, снова меню, да пора, пора уже, наверное, возвращаться. — Ну, надо напомнить, это мода на прическе, на одежду, и в 65-м она же как приходила, кто-то приехал в гости, да, наши студенты из столицы приезжали на каникулы, да, где это вот все было, все это видели, и так потихоньку это появлялось у нас, вот чисто такое сарафанное радио, да, Витя? — Ну да, да. — Не, не ошибаюсь. — Ну, да, из столицы. — Посмотреть это в Кирове, ну, это, наверное, было практически невозможно там где-то. — Ну, если невозможно, то на каких-то закрытых вечеринах, на хатах, как тогда говорили, то есть на квартирниках или где-то в своем ругу, а вы представьте, что вот там в мини или там в каком-то нетрадиционном виде выйти на танцы куда-нибудь в клуб «Коровс» или там в ДАОЦМ где-то и крутые с большими улаками-то и рабочие ребята-дружини и прочее, то есть это сразу... — Мягко говоря, был бы непонят такой товарищ. — Еще из очень их сразу позитивных событий 65-го года — это то, что впервые День Победы стал праздничным днем. В 47-м году праздник был отменен, ну, не знаю, даже трудно сказать по им причинам, и дорогой Леонид Ильич лично, еще тогда он даже не очень дорогой был, Леонид Ильич, а просто Леонид Ильич, он вот... И, конечно, скромно отмечались, но вот тогда не было вот этой заорганизованности, отцеплений, все ходили. Ветераны еще были, конечно, настоящие, а не те люди, которые паразитируют на образе ветерана сегодня. — В общем, шествие-то было в городе? — Да нет, вряд ли. Не было же, о да, тогда, не было же еще в 65-м году в Ирове Вечного Огня, снесли где-то в 56-м году памятник Сталину, который вот чуть ближе, чуть ближе сюда был, улица Ленина, подальше от набережной. А строительство еще велось, там было все раскопано, набережная была очень неблагоустроенной, то есть еще лежали руины на месте, снесенной в 63-м Федоровской церкви, вот эта часть. Берег был просто глинистый такой, скользкий берег, и деревянная бара и по верху. — Вдоль, вот простирались тут, да. — Вдоль. И так же вот здесь еще, видимо, начинали вот эту стелу делать... — Вечного Огня. — В 65-м, да, Вечного Огня, не было, вот собирались на театрал, ну, в Москве, конечно, все это было... — Обустроено, может быть. — Обустроено, заметнее, и большое число ветеранов там с табличками. Ну, еще вот такой момент упомню, что очень малопьющая страна была в 65-м году, да и в Ирове-то тоже немного, страна потребляла менее 5 литров алкоголя на человека, сейчас в России более 25 литров, чисто алкоголя в год на человека, включая грудных детей. Хоть и говорят, что страна на пиво переходит, но вот сравните с Ольгой Пиле в 65-м году. — Нам пора сделать небольшую паузу, да, после полутораминутной паузы вернемся к этому. Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Продолжим очень скоро. Давайте беречь время, буквально 11 минут у нас остается, и надо пройтись по основным, хотя бы событиям 65-го года, связанных с Кировом непосредственно. В Ирове, конечно, любой переход у нас с эпох, он же всегда, с точки зрения созидания, он не очень продуктивный. Вот даже и в Ирове событий было немного, но они были очень значимы. Конечно, можно предположить, что все бюджеты ушли на РАЭТы, в том числе на РАЭТы на УБУ, перед этим на РИПС и РИЗИС, и на ОСМИЧУС УЙГОН. Вот это же не просто человек в космос там удата выпустить. Тем не менее, чувствуется по 65-му году, что финансирование было очень ограниченным. И вот жилья уменьшился, вот строили панельные хрущевки, строили ирпичные дома методом хоспособа, то есть после работы. Но, тем не менее, РИЗИС... С возможности потом это узаконить, да? Да, оставался, но вот одно из радующих мою душу событий, это, конечно, в 65-м году в Ировском сельхозинституте открылся факультет охотоведения. В начале отделения охотоведения. Один из самых знаменитых кижевских факультетов. Их было два факультета, уникальные факультеты с огромным конкурсом. Один был в Ирове, второй в Иркутске. В Ирове же была огромная база для этого. В 58-м году переехал сюда из Москвы, не охотничал хозяйство и звероводство. В 65-м году они крепили здесь научную базу, они создали свое зверохозяйство, зониха, они подготовили, ну да, и преподавательство, и будущее. И материально-техническая база. В годе и хозяйство, и все, тем не менее, вот назрел такой вопрос, и с помощью униоза отрылся такое отделение, факультет, 65-й год. Вот сразу он стал такой элитой сельхозинститута. Где располагался, если сейчас сравнивать, в факультетах, это видимо. На пятом этаже сельхозинститута. Вот где сейчас, собственно, да? Перекресток Октябрьского и Маклина. Ну, кафедры на разных этажах. Почему говорю, потому что имел счастье кончить этот факультет в 82-м году. Вот, моя родительница работала, преподавала иностранный язык с 65-го года здесь. Немецкий? Немецкий. И могла и английский, то есть спокойно преподавала. Ну, вот было два факультета, и действительно были уникальные преподаватели. А теперь, вот мне сказали, 13 каких-то вузов обучают охотоведов. Вот чему и как, я не знаю. 13 по стране мы имеем в виду в целом, да? В этом же году на авиаскомбинате установили полуавтоматические линии по обработке лыж. Видимо, облегчили тем самым задачу людям. То есть они начали, но сейчас, конечно, грустное зрелище этот на авиаскомбинат. Эти мёртвые цеха, выбитые окна, замороженные стены, вот где-то там производство фанеры протрубили, что оно есть, но лыжи, не знаю. Это ещё последний всплеск наших лыж был, это когда губернатор Сергеев навяливал омута арабу партию лыж в пустыню вот при его визите на нововецкий лыжный комбинат. Это было красиво, кстати. Да, это был не 1965 год, конечно. А в 1965 году рабочее посёло Кирс получил официальный статус города. Ну, видимо, вот города развивались. Я уже говорил, что «Осмос» начали дом культуры в чистом поле строить. Вот строили, строили, по-моему, 10 лет до 1975 года. Ну и под занавес, конечно, запустили четвёртый троллейбусный маршрут от Сильмаша до площади 20-го. Порт съезда четвёртый. Интересно, что в 1965 году в области было стихийное бедствие. Ураган, а по отдельным сведениям и настоящий смерч. Вот газеты писали. Вывороченные с корнем деревья, сорванные с домов крыши, раскатанные по бревнышкам срубы. Вот надо же. Поваленные столбы линии электропередач. Вот это оставил после себя небывалый ураган, пронёсшийся 20-го мая над некоторыми районами Ирвской области. Ну вот, угрозу в 1965 году уже в Афанасьевском районе сеять перестали. Вот. Чем заменили, хочется, конечно, спросить. Не знаю, чем, но опять же, Сергей хотел рабцам заменить. Всё это было пауза. Много лет спустя. Поля пустыми не оставались. Конечно, вот продолжалось исцеление деревень. Вообще вот эти все эксперименты хрущёвские над сельским хозяйством в 1965 году не закончились благополучно. А село продолжали убивать. Оно умирало. Ну, видимо, и тяжело было после того, о чём мы говорили. Из заготовок этих мяса ещё не могло отойти село. Не могло никогда отойти. Ну, давайте немного всё это и под занавес о приятном. Вот была популярна передача ВН, вошла с Вечно Живым, Масляковым. И, конечно, сильно отличалась программа от нынешней. Тогда была ещё заставка. Безусловно. Я вот с того года, наверное, запомнил. Берите в рандаж. Мы начинаем вечер наш. И в 1965 году Масляову пришло письмо. Вот не поверите. После просмотра вашей передачи мы пришли к выводу, что ретико-оммунальных услуг нашего города, показанная командой ВН, является вполне справедливой. И разработали реформу по устранению недостатков. Вот и были времена. Это чьё письмо-то? С какого ведомства поступило? Ну, видимо, ретиковать нельзя было власти. Какую-то омунал, уторговлю, вот и журнал «Фитиль» и всё. То есть были строгие аборигуры до определённого уровня. Мелочёвку какую-то попинать где-то можно было. Конечно, были уже и танцы, и говорили тогда в «Халтуре», и всё, уже играл Соломон Борисович Сахар со своим джазбендом. Причём маэстром не просто играл, а и запел уже к тому времени. Даже по вечерам в 65-м году у ресторана «Россия на Московске», если у ресторана были открыты, стояли люди и слушали выступления вот этого джазбенда просто с улицы. Завтра, Евгений Альбертович, будет столить с дн. рождения Соломон Борисович. Мы как раз сегодня говорили в передачу. Посыл такой пусть наш и будет. Неужели, бог ты мой? Время. Ну, уже, конечно, стиляжная эпоха прошла уже. Музы на остях, то есть на рентгенах с ним, это был вчерашний день, магнитофоны уже входили в быт. Вот на днях мне тут довольно путём сложных-то их манипуляций у меня появился очень редкий магнитофон 65-го года, батарейный, отушечный. Весна, вот я его доделаю, принесу на следующую передачу, что-нибудь мы здесь поставим из 66-го года. Ну, конечно, я напомню, что год принёс миру знаменитейшие музыкальные вещи. Это Beatles спели Yes Today, Rolling Stones спели Satisfaction, Mamas and Pappas, знаменитую California Dreaming, которую сегодня перепевает все ему не лень. блистали-то и группы Riddens Doors Animals. Ну, у нас, конечно, пела Лариса Мондрус с песней «Добрый вечер». «Добрый вечер», что это значит? Это день был по-доброму, значит. Обзон спел почему-то женскую песню «На тебе сошёлся». Лином белый свет, вот, надо же. Пашков, идёт девчонка, что-то не помню, Тамара Мянсарова, рыжий. Тогда ещё злой Лапин, председатель гостелевидения, не запретил. Видимо, потом уже все эти Мянсаровые все исчезли. Ну, вот интересно, что танцы уже, конечно, твист во всём мире, твист, твист, твист и прочее. Но у нас он считался не одобренным танцем, гримасы там западного мира. Число идеологических и выдержанных танцев в 65-м году относили финскую летуенку. Но летуенку помнят, а второй танец был тоже финский. Шикарнейшим названием. Хоппель-поппель. По-русски так очень, я бы сказал. Я хочу, чтобы он возродился. Болгарский и ха-ха. Ну, это что-то. Липса с острова Тринидад танцевали. Лимбо. Ой-то, групповой танец с острова Табаго. Господи, бедная вят. Что под музу у Соломона Борисовича они выделывали? Ну, Сирта и Гречес, и Америанс, и Халигалия, это понятно. Ча-ча-ча это тоже уже было. Но вот, конечно, мрак. Вот у нас в культуре мрак был всегда. Не только при Мединском, но и прочее. Потому что, видимо, естественно, это не могло родиться иначе с одобрением. Министерство культуры рождались, создавались специальные советские танцы. Например, Дружба. Танец Дружба. Дружба. Исполнялся парами, сопровождался стуком, облуком, пол, пробежками и поворотами. Робби Дружба. Танцевали это кто, мужчина-женщина? В 65-м предлагались танец елочка, инфиз, не знаю, что-то. Иностранный, наверное, какой-то, да. Занова и Терион. Но на фоне Твиста, Чарлстона и Шейка. И, конечно, еще такой среди такой продвинутой молодежи был. Тоже забытый нынче танец Липси. Вот не знаю, что-то. Еще раз как? Липси. Липси. Был дуэт. Что-нибудь такое? Липси. И с ГДР он приехал. Ну, конечно, тут уже тоже и танцы, они, скорее всего, на квартирниках. Ну, а народной песней в 65-м году истинно народной стала, конечно, песня из гениальнейшего фильма, который вышел в этом же году. Это «Операции» и другие приключения Шурика. Это, конечно, вся страна запела. Постой, паровоз, не стучите. «Алеса, кондуктор, нажми на тормоза». Ну, еще и эпохальные фильмы. Это, конечно, «Война и мир», «Бондарчук», где солдаты почему-то в ирзовых сапогах. Это «Гиперболоид инженера Гарина», «Город мастеров» и так далее и тому подобное. То есть вот такой вот год, вот такой вот был год, да, и хорошо, и весело, и сама атмосфера, вот она позволяла. И когда ты думаешь, что впереди еще столь, когда народ не знал, что насколько же они счастливы, что впереди столь столь стабильных брежневских лет. И вот этот вот такой мир спокойствия и благоденствия начинался относительно в 65-м году. Ну, как говорится, надежда последней умирает, так что и в наше время, в нашем 2019-м тоже надеемся на лучшее, да, всегда мы. Спасибо большое, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. До новой встречи. До встречи в 66-м. Через две недели, в 66-м году. Напоминаю, что программа уходит именно по пятницам, ровно в 13 часов. До свидания. Сделано в ветке. Сделано в ветке.